Я ищу, да пою, да пою Субтитры сделал DimaTorzok Мы отправились за пять тысяч километров в Агинский-Бурятский округ, где Иосиф Кобзон вот уже пятнадцать лет пять созывов подряд избирается депутатом Госдумы. Впрочем, все по порядку. Всем привет, с вами Александр Гамов, радио телевидения «Кобзонольская правда». И, конечно же, Иосиф Давыдович Кобзон. Пассажир. Пассажир и друг «Кобзонольской правды». И Иосиф Давыдович летит в командировку. Он депутат Государственной Думы. Он летит в Агинский-Бурятский округ, но не только почему. И в Читу, в Забайкальске. Вот, там ужасно холодно, да, и мы сдавались в Читу. В Шубе мы видели, пришли, да, говорит, такой. Я ее называю не Шуба, а Даха. Как? А, Даха. А можно, можно посмотреть, Диана, потом мы покажем. А куда пойдем? А мы у вас потом вместе с Шубыслой. Иосиф Давыдович, да. Мы сейчас на высоте 10 тысяч метров над землей летим и беседуем. Это вот настоящий «Кобзонольской обзор». Его можно даже потрогать и с ним поговорить. И, Иосиф Давыдович, вы знаете, у меня сразу вопрос, почему вы так народ пугаете? Я ухожу со сцены. Вот, в чем пугают. Ну, потому что все так сразу. Я народ пугал 52 года. Нет, вы знаете, я не кокетничал. Когда я в 60 лет хотел подать пример. Ну, вот существует такое. Я сегодня, когда беседовал с мировыми судьями, я с ними на эту тему говорил, вводите в Совет Министров, в законодательный орган, в Думу. Что это такое, так сказать, ограничение госслужащих по области? 60 лет. В армии 50. Для тех, которые дослужились для генерал-55. И почему? Человек полусил. И вот я думал, ну, вот сейчас я покажу моим друзьям, коллегам в 60 лет. Как надо уходить. Да. В хорошей форме, все нормально, востребованы уйти. Не получилось. Почему не получилось? Спасибо. От них не меркантильные цели давлели, так сказать, над моим продолжением. А просто потому, что трудно. Наркотик. Сцена – это наркотик. Вот как-то проснувшись, думаешь, господи, неужели я больше никогда не выйду на стол? Неужели я уже никому не нужен? Ведь еще, так сказать, хотят слушать мои песни. Еще мне аплодируют. Почему я ушел? Композитор позвонил. Прими участие в моем вечере творческом. Пожалуйста. Там коллега, певец Лева Лещенко позвонил и сказал, «У меня юбилей применитет, конечно, и пошло-поехало». А потом, ну как не поехать в родимые места, где я побывал? Нет ни одного уголка в Советском Союзе, где бы я не побывал. В этот вечер в танце карнавала Я руки твоей коснулся вдруг И внезапно искра пробежала В пальцах наших встретившихся рук Где потом мы были, я не знаю Только губы помню в тишине Только те слова, что убегая На прощанье ты шепнула мне Я очень любил всегда приезжать на Дальний Восток Очень любил бывать на Камчатке, на Сахалине Народ особый Вот начиная от Урала Урал, Сибирь, Дальний Восток Совершенно другой народ Вы знаете, нет этой чопорности столичной Нет этой пересыщенности Все видели, все знаем Люди всегда там ждут И нацелены на гостеприимство Да ладно, у вас в Москве что-то И ведь видите, вижу Нет, ну, понимаете, совсем другая атмосфера В зале другая атмосфера Вы провинциальный человек выходили? Конечно, я провинциальный человек Я родился в Донбассе В маленьком городке Чесоверия Я провинциальный человек И мне провинция нравится Вообще и российская провинция Вообще любая провинция мне нравится Тихая, спокойная Люди, уравновешенная Не знаете Потом не забывайте о том, что в зрительный зал В Москве приходит разношерстная публика Которая приехала из всех концов страны Из-за рубежа и так далее Приходит А когда приезжаешь в какой-нибудь город Воронеж, Новосибирск Или еще куда-то Приходит своя публика Своя аудитория Вот И Перед ней очень Вы знаете Так Приятно выступать Они по-другому Есть и есть Они тебя принимают Я давно уже говорил своим молодым коллегам Откажитесь от этого глупого Образного выражения Публика дура А что, есть такое выражение? Да Это нас так называют Но всем всегда Дружность Не то Вас Всю публику И меня тоже Я тоже публика Я тогда прихожу на концерт Вот И знаете Все зависит от того Кто выходит на сцену А никто Бывает иногда тяжелый зал Бывает, что Повод, так сказать Не самый радостный Для концертной работы Но все зависит от артиста От его энергетики От его отношения к слушателю Если для него Сцена Это храм Если для него Сцена Это святое место Которое его скормило Которое его, так сказать Держало все годы Его работы Которое радовало его Всегда И тогда он с этим настроением И выходит Меня сейчас спрашивают Уже Я все-таки много лет Выхожу на эстраду Меня спрашивают Вы по-прежнему Волнуетесь или нет? Я говорю Еще больше, чем в молодости Честно Волнуюсь Потому что Вы знаете Для меня Передо мной уже стоит Дилема Конечно же Они понимают Что я уже Великовозрастный артист Конечно же Пришла часть публики Которую Меня знают Многие годы Не мы вместе С ней постарели Но пришла И молодая Публика Которая говорит Ну-ка, ну-ка Потряси Так сказать Потом, так сказать Я очень много работал Пожалуй, больше всех Пускай это не прозвучит Каким-то бахвальством Больше всех В Советском Союзе И впоследствии в России Я пел по два По три сольных концерта в день Мне нравилась эта работа Мне нравилась И когда говорю Кобзон богатый Богатый У меня богат был Свою работа Ну вот в бизнес-классе Вы-то в эконом-классе А-а-а Вы-то в эконом-классе Какая живая кокетка Александр Петрович А я предлагал Давайте Я ведь богатенький Я скажу нашим телезрителям Значит, действительно Иосиф Кобзон Пытался комсомолку Провести в Читу В бизнес-классе Я не пытался Я вам предложил А вы отказались Мы засопротивлялись Потому что Потому что Ну, мы Мы сами Сусами Я сказал Мы готовы вас Моя жена Моя жена В таких случаях Говорит Мы нищие Но гордые А мы и не нищие И гордые Как забыла Нет Вот Вот И вас, короче, вот Это не отпустило Да, вот В 60 лет И я Да Я решил Все-таки остаться А потом Я отказался От запланированных Гастрольных Маршрутов Как раньше я делал И не столько Потому что Мне было неловко Перед журналистами Которым я Обещал Покинуть сцену Насколько Потому что Востребованность Жанра В 90-е годы Пропала Все пропало Да, я спел В 1997 году По просьбе Поэта Леонида Дербенева Я спел Такую Песню Которая называлась Пьяный кучер Друзья Опять чуть-чуть В самолет Конечно Темных туч Хоровод На дороге осенней Наша тройка летит Подминая бурья Но зачем Ну зачем Сели мы в эту бричку Мы же видели ясно Что кучер был пьян То ли вороны над нами То ли тучи На душе темно А ночи еще темней А над круче А над круче А над круче Пьяный кучер Гонит Смыленных Коней То ли вороны над нами То ли тучи На душе темно А ночи еще темней А над круче А над круче А над круче Пьяный кучер Гонит Смыленных Коней Мы начали с того Что Что вы Вот в 60 лет Пытались уйти Потом Вот С кем не говоришь Говорят Да Кобзон уже несколько раз уходил И Неправда Неправда И он не ходит Вот Вас Сложен возразить вам Да Несмотря на то Что вопрос 73 И я не верю И я не верю Что вы Неправда Я один раз уходил В 60 летний юбилей Больше я не уходил И вот сейчас выходил И сейчас И сейчас я Хочу идти Ну не потому Что я кокетничаю Или пиарюсь Нет Не поэтому А просто потому Что Честно говоря Я прекрасно понимаю И знаете Я привык быть сильным Первым И сильным Во всем И я чувствую Что сейчас у меня Таких возможностей нет Жанр мой А я Никогда Не изменял Своему жанру Песенному Я всегда любил Песни гражданские Патриотические Лилические И так далее То есть Со смыслом песни Я люблю Песни на стихи А не на слова Как сейчас Принято говорить И Я не люблю Так сказать Такие экзотические Произведения Которые требуют Телодвижения На сцене Я люблю Спокойно Разговаривать С аудиторией Рассказывать им То о чем Сказал поэт И композитор Знаете А этот Жанр Сейчас Не востребован Он не нужен Ну как Посмотрите Свой график Возьмите У вас постоянно То концерты То выступления Как же вы на востребован Я вам не верю Не, не Можете мне поверить Я знаю Что я говорю Мне бы очень Хотелось И может быть Даже и хватило бы сил Так сказать Продолжить Свою Концертную деятельность Но я чувствую Знаете Что уже Пора Понимаете Сил не хватает На то Чтобы ездить Вот три дня Кряду Я вам сказал Позавчера Набережная Сел Ну и вчера Киев Сегодня Забайкаль Завтра Так сказать У меня Мой родной Агинский Бурятский Округ Через два дня Так что То есть У меня Первомайск Чита То есть Я так понял Что вы хотите Уйти великим Да? Не великим А вы понимаете А вы понимаете Вот что Иосиф Кобзон Великий Нет Как Я и то себя Иногда считаю Честно Говорю Великий Ну и считайте На здоровье Я себя не считаю Великий И очень не люблю Когда Вот Присывают Вот такие Гениальный Выдающийся Великий 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 Я с вами согласен Иосиф Кобзон Великий И наши читатели Радиослушатели Телезрители Одного с этим Согласятся Нет Вы знаете Здесь вы не правы Великий Все Что повторяется Только на круге Великий Сентября У нас Мы в комитете По культуре У вас слишком далеко Рабочее место Ваше От Москвы Я первый раз Ну я много Слышал Как вы о русских Говорите Об украинцах Вот Но По-моему Вы Никогда Вот С такой Любовью Не говорили О народе Я должен Вам сказать Что я дал Внос Любови Говорю Об этом Народе Знаете Я сам был Меня Пригласил Багинско-Бурятский Округ Будучи Еще депутатом Бизнесмен Такой Гуцериев Михаил Сафарбекович Он Пригласил Туда Меня И предложил Мне избраться Впервые Я ему Сказал Николай Ты Подальше Не мог Меня завести Он Говорит Народ Хороший Субтитры Это уже 15 лет Мое рабочее место С шубой надо ездить Ничего страшного С шубой А вы не взяли Не взяли себе Нет Я представляю Депутат в шубе И в руках Ничего страшного Нормально Я думаю Что Меня обогреют Люди К которым я еду На сегодня Вот я надеюсь Вы увидите На сегодняшний день Построили Дворцы спорта Когда я приехал Было Три вида спорта Национальная борьба Вот мы сейчас едем На национальную борьбу На призы Героя Северного базара Ренчина Был конный спор И стрельба Из лука Все А сегодня Построили Дворцы спорта Плавательные бассейны Лучший стадион Юрий Михайлович Лужков Неплохой хозяин Он дважды был В нашем округе Он помог построить В буддийской столице Свято-Никольский храм Православный Он, я и губернатор Вот Он приезжал Он когда увидел праздник На стадионе Он не поверил глазам С вами Говорит Мы в Москве Не можем такой праздник Организовать И такой стадион Вообще Потрясающий Совершенно Это все благодаря Бурятскому депутату Кобзолу? Нет Я не хочу брать На себя Так сказать Вот такую ответственность Горделиво Заявлять Что это моя заслуга Но отношение ко мне Вы почувствуете Когда вы там будете Другой вопрос Я был в команде Жамсуева Я Знаете Это самое страшное В нашей системе Когда депутат ДМС своим Губернатор своим Мэр своим Это не приносит Желанных результатов А когда Согласовано мы Губернатор Занимался своим Ему помогали Так сказать Вот Бизнесмены Из местного бюджета Когда он пришел В округ Агинско-Бурятский Национальный округ Мы пользовались Бюджетом Мы были датированы На 94% Сегодня на 30% Мы самостоятельно Развили промышленную зону Подняли сельское хозяйство Вы видите эту красоту Построили дома Построили дворцы спорта Построили школы Детские сады Опять же Побывайте там Посмотрите Юрий Михайлович В Москве Таких детских садов нет Какие построили там Какие образованные люди Вот для меня Когда начинается летний период Это беда Потому что Многодетные семьи Бурятские Они обязательно Все свои силы Все свои средства Отдают на обучение Детей И дети многие возвращаются На свою родную землю Они любят свой край Они по-русски говорят Лучше нас русских По-русски Они сохранили Свою национальную культуру Там я чего боялся Когда объединили Читинскую область И Агинско-Бурятский округ В один Забайкальский край Вот я боялся Я боялся этого кровосмешения Я боялся Кровосмешения в культуре? Во всем Во всем Я боялся Что все эти пороки Общества Которые существовали В Читинской области Они перейдут на Агинско-Бурятский округ Теперь я понял Почему Юси В.Дович Кобзон Запил по-бурятски Да Я запил в порядке Комплимента Моим избирателям Они очень Моему, так сказать, народу Они Очень вежливые Очень воспитанные А это что песня? Интеллигентные люди Песня? Ну, песня Это национальная песня А ложь Какой же его провокатор Это будет? Если вы же будете Там вы услышите А вы будете это? Конечно Ну и так далее Вы будете Вы уйти с российской сцены А вы обратите внимание Какой Влюблен тот, кто его слышит Мы привыкли к гимну Я люблю Александровский гимн Который, спасибо Путин Вернул России Но совершенно другой Гимн Бурятии Это лирическая песня Которую с удовольствием Поют все буряты Та южная Озерная Степная Ты добрым светом Солнечным полна Цветущая От края И до края Та южная Солнечным полна Цветущая От края И до края Будь счастлива родная сторона Все поют Смерющая от края и до края Будь счастлива родная сторона Брусичный гул, чьи омухи в рекаме Клинула в огонь до настой Я не душу проплю на голубаре Моей земли равней, твоей славь Я не душу проплю на голубаре Моей земли равней, твоей славь Прими земля, святом мне спасибо Святой водой Байкала угостить Чтоб я обрел ненитонную силу Для дальнего и легкого пути Чтоб я обрел ненитонную силу Для дальнего и легкого пути В истории Все незаметнее, все незаметнее Как-то за наши тогда Помнишь ли ты, как в 17-летнем Мы приходили сюда Строгое время, но праздно Стараются к нам Подобраться на реку Все повторяется Все повторяется Вот снова этот двор Мой добрый старый дом Я с тех счастливых пор Три года не был в нем На милом этаже Квадратики огня Теперь они уже Горят не для меня Здесь все иное вдруг И дождь, иной, и снег Другой пластин Итак, мы спустились с неба Где мы с Иосифом Давыдовичем Общались на высоте 10 тысяч метров на землю Два с половиной часа проехали на машине И оказались в Агинском, Бурятском автономном округе И как здорово, Иосиф Давыдович, что мы приехали Потому что, в принципе, я здесь совершил совершенно Сношебательное открытие Сегодня буквально Когда я с вами ездил Общался с местными жителями И я понял, для чего мы вообще Избирались в Государственную думу И почему вы каждый квартал сюда ездите А то и чаще То есть, в принципе, такой разоблачительный даже момент Потому что оказывается, что Иосиф Кобзон Здесь, в Агинском, Бурятском автономном округе Зарабатывал себе имя Потому что здесь В воздухе был Иосиф Давыдович Кобзон А здесь Айдоб Дамдинович Кобзон Дамдинович Извините Извините Абдон Дамдинович Это все на полном серьезе Потому что вот мы сегодня Разговаривали с местными жителями Вот Иосиф Давыдович с ветерами встречался Они его именно так называют Вас это не смущает? Нет, что это вообще очень Вот при всей своей внешней сдержанности И строгости даже Ну вот Буряты С очень таким Пустым чувством юмора Здесь очень благодарный народ живет А вот вы знаете, я еще, знаете, какое открытие совершил? Вот мы когда в Сомалице с вами летели Вы признались, что вы на самом деле Никакой не столичный певец Провинциальный Никакой не европейского и мирового Я не знаю, такой певец столичный Что вы провинциальный певец Я сегодня понял Вот когда вот общался сам, да? Вот Я сегодня понял, что Вы По сути из каких-то из-за корыстных целей Сюда вот ездите И вообще по стране Потому что вы подзаряжаетесь Каким он быть корыстным Нет, ну я к тому, что вот вы были Вы другой совершенно были Вы были какой-то уставший Вот в самолете Сейчас уставший Нет, нет, я же видел вас сегодня Я просто не могу Из-за вашего короткого визита Не могу отказать в нашей беседе Нет, просто вот Но спать хочется очень Вот Нет, ну это мы носом клюем Потому что вторые сутки не спим А вы сегодня и пели И выступали Да И разговаривали И ездили Вы как, просто себя так Чисто по-солдатски, что ли, держите? Да, вот Почему вот я Вы понимаете Когда мне бывало и плохо Когда у меня происходили какие-то Серьезные проблемные вещи Я с нетерпением ждал выхода на сцену С нетерпением Потому что я знал, что это мой эликсир И хорошее настроение, и здоровье, и всего Это энергетика зала И мое внутреннее состояние И мое отношение к залу И моя отдача Они моментально меняют, так сказать Мое состояние, и мое настроение Мне все время хочется попеть Потому что я чувствую Я пою песни не на слова Я пою песни на стихи Для меня главным всегда было Это содержание песни Мне кажется, порою Что солдаты С кровавых Не пришедшие полей Не в землю нашу Полегли когда-то А превратились в белых журавлей Они до сей поры С времен тех дальних Летят и подают нам голоса Не потому ль так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса И вот смотрите И вот вы хотите нас всего этого лишить Вот заканчивая По сути свою творческую карьеру Я себя прежде всего лишаю Александр Петрович Что еще вас лишить? Ну как? Зачем вам старый Кобзон? Вы лучше молодого Каждый должен, так сказать Каждое время О нас бы подумали Ладно, вы тогда О нас бы подумали О зрителе Потому что вы же знаете Мы-то своя попер И все жалко Знаете, когда я впервые услышал диагноз Хотите верьте, хотите нет У меня ни истерии Ни испуга не было Я только был очень взволнован тем Как я это сообщу Нелле Я очень боялся ее реакции Я очень боялся ее так сильно огорчить И... Но она все понимает Она это читает Мысли и слух Знаете, мы селуем на том Что вот иногда Скажем Как и сейчас Я поставил Лена уходила Хотела взять телефоны А я оставил телефоны Наша куколка должна быть Это мы настояли, кстати Да И я ждал ее звонка И она позвонила А у нас, вот вы знаете Вот бывает так Я хочу ей позвонить В это время раздается ее звонок Телепатия И вот когда мне сказали Попсик, что случилось? И тебе лица нет И у нее нормально Все нормально Ну скажи мне, что случилось Я говорю Да я ничего не случилось Ну все нормально Что ты был? Ну скажи мне, что случилось Я же чувствую Что что-то случилось Я говорю Куколка У меня рак Ну я подумал сначала Так реакция Она сейчас засмеется Подумает, что я шучу А если вас примет серьезно То она, так сказать Будет в полубоморочном состоянии Ну что-то должно произойти После того, как я Вот Сообщил ей об этом Она в темп Вот, как будто мы с ней репетировали Этот эпизод Я говорю Куколка У меня рак Она говорит Ну что, будем лечиться С радужем Ну и что, будем лечиться Ты не волнуйся Все будет в порядке Ну и с той минуты По сей день У нас время было рядом Все самые трудные Дни И когда я в коме находился И когда меня оперировали дважды И так Она всегда была рядом Мне сделали операцию 4 января 2005 года Первую операцию А потом вторую А потом третью операцию Нормально Самое главное Вот Избежать Такой болезни Которая называется Постельное привыкание В постели Больной расслабляется Ему гораздо легче Чем Когда он находится в движении Или когда он находится В вертикальном состоянии И поэтому Я полежу Вот как только встал Мне плохо У меня кружится голова Я не хочу ходить Мэля заставляла Вставай Я говорю Гуколка Я почитаю еще немножко Полежу Вставай Пойдем погуляем Пойдем пройдемся Я говорю Я не хочу гулять У меня кружится голова А у меня тошнее Вставай Ну что ж ты так пристал Встакуйся вставать И вот я Начал жить После операции Я начал жить в режиме Абсолютно Не снижая обороты Говорят со мной Каждый раз О тебе Все секреты О тебе Шепчет лето За моей спиной Ты знаешь Шум, дождя и тишина Песня есть всего одна И она, родной мой О тебе А вы много флиртовали? Ну, много Я не считал Много или мало Я никогда У меня мысли никогда не было Ой, вот мне так нравится Эта женщина Ну все Из огня в полы Никогда в жизни Я всегда знал, что Меля, дети, дом Это крепость Это навсегда А это Нелли однажды Нелли однажды взяли И меня продали Стукнули Ну, сказали, что Вот у тебя Кабзун фуллитой У твоего был Роман там На стороне А так, ничего страшного Подумаешь, высморкался Лично Вот, понимаете Ну, конечно же То есть, она вас не ругала? Нет, ну Она живой человек Она все прекрасно понимает Она просто сказала Узнаю В десятикратном размере Она все делала В десятикратном размере Прости Как прежде не найду я слов Не сумею в сотый раз Тебе сказать про свою любовь Про любовь О тебе Все секреты о тебе Шепчет лето за моей спиной Ты знаешь Шум, тща и тишина Песня есть всего одна И она родная О тебе Вообще, я где-то представил Что у вас даже татуировку Вы даже себе сделали, да? Не правда? У меня их было много Серьезно? Ну, это было, когда мне было 13 лет 60 лет тому назад Вы их все выбили, да? А? Вы выбили все Вот у меня здесь была татуировка А здесь что было? Это были инициалы были мои ИК Вот здесь были инициалы Моих ближайших дружбанов Много? Володе и Леня В.Л. Вот здесь было кольцо Татуировка? Да Здесь было Не забуду, мать родную А что нарисовано было? Ничего, просто надпись Не забуду, мать родную А у меня вот этот У меня леопард Это неповиновение администрации тюрьмы У вас леопард, а у меня орел А у вас орел? Сейчас прям? Да Можете показать? Один единственный остался Можете показать? Значит, погодите, я покажу О, круто А это в каком возрасте? 13 лет 12 лет, а это почему вы не стали? Ну, этот мне ничего не говорит По надписям все бегали на пляже Смотреть, там, значит, на блатного кобзона А это она такая нейтральная А сейчас вообще никто не обращает А вы что, вы прямо на сцену выходили Вот с этими татуировками? Раньше вот с этими татуировками На сцену выходили? Когда я приехал, нет Когда я приехал в Москву Вообще, когда Так это случилось У меня дядя жил на Украине В селе И я к нему приезжал Мама меня отправляла на лето Отдыхать И когда я приехал домой Я долго не снимал Значит, соколку Чтоб мама не видела Чего не снимали? Соколку мы называли Ну, такой без рукав Ну да И вот однажды Мама все-таки обнаружила И сразу пошел веник в ход Она меня, вообще-то, лупила веником А что за веник? А? Веник какой? Веник, обычный веник Убирают Чилижный, нет? Пол Обычный веник И она берет Эта рукоятка От веника Меня покритиковала Ну и потом Прошло много лет Когда я приехал Уже в Москву И когда я уже Стал выходить на сцену То было неудобно А вы прям с наколками выходили, да? Да Я выходил с наколками Я вот так встал Чтобы не было видно ничего Вот Неудобно было И пили патриотично И я пошел в институт красоты В Сокольниках И пили с наколками Любовь, Камсомол и Весна, да? Или микрофон Да А, ну здесь наколки Вот И я свел здесь наколки И здесь Я буду мать родную Потому что Я устал от любопытных глаз В Сочи В Ялте Там, где я появлялся На пляже Вот И вот я прихожу домой Мама жила у меня И, значит, вот Разделся там что-то такое Душ Не помню, что это Короче говоря, вышел Оголенный И вдруг мама увидела, что Нет, это наколки Не забуду Мать родную И она Ну что, сынок Разлюбил маму Я говорю Мама, ты что? Ты чего? Ну, ты же свел Это надпись Не забуду Ты же мне бил Из-за этой надписи Деньги Да Ну, почему-то Это не свел Это свел Мама, ну нельзя Понимаешь Люди смеются Все было абсолютно нормально Как и у всех Никаких абсолютно Жили по-разному Жили бедно Вот я Я когда Из армии Позвратился А правда, что вы сами туда Вот Вас что-то не пускали туда Нет А вы Знаменитый Ничего подобного Это был знаменитый Целинный призыв В 1956 В 1956 году Был самый большой Целинный урожай И Нас тогда А я заканчивал Днепропетровский Горной технику И у нас В августе Должен был быть Только Значит Курсовой проект А И нас Собрали По приказу И сказали Что На щадящем режиме Мы должны Защитить эти Свои проекты И закончить Технику И мы Закончили В июне Месяце Технику Получили Дипломы И через два дня Были призваны В армию Ну тогда С радостью Уходили Это сегодня Мы дрожим Получая повестку А тогда С радостью Уходили Провожала Меня вся улица От любви моей До любви твоей Было столько горст Было столько дней В юго смешало Землю с небом Серое небо С белым снегом Шел я сквозь в югу Шел сквозь небо Чтобы тебя Отыскать на земле Как ты посмела Не поверь А когда я вернулся Из армии Я уходил В возрасте В весе 71 А вернулся Я уже В весе Когда у меня было 87 И штаны мои Которые я наделал Когда уходил В армию Уже Не налазили И рубашка тоже Раздобрел Я на армейских харчах И я уехал В Москву Поступать учиться В армейской форме С которой я демобилизовался А все думали Ну Он хочет разжалобить Комиссию Вот Солдатик А что вы пели Комиссии? На комиссии Я пел У меня был Очень хороший педагог Который меня готовил Леня Терещенко Леонид Терещенко Я пел Украинские песни Гудовитый Вельми в поле Я пел Каватину Олега Один куплетик В поле Я пел Украинские песни Ой ты, девчина Сгори хозерня Чем твое серденько Колючий терня Чем твое устанько Тихо молитва А твое слово Острое, как бритва Чем твое очи Сяють тим чаром Ще, то запали Серце пожаром Ой ты, девчина Сгори хозерня Чем твое серденько Колючий терня Чем твое устанько Тихо молитва А твое слово Острое, как бритва Корректор А.Кулакова Продолжение следует... А мы продолжаем гостить в Агинском-Бурятском автономном округе вместе с Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Я практически исчерпал свой потенциал. Я очень люблю нормальное звучание с таким вот, с огромным, так сказать, репертуаром, с большим диапазоном, насыщенным звуком и так далее. И я чувствую, как это у меня уходит. Уходит, и я не смогу достойно предстать перед моими слушателями. Поэтому я и сказал... Мы не чувствуем, мы сегодня были на вашем концерте. Вы сегодня были, вы сегодня не чувствуете. Поэтому я хочу, чтобы вы не почувствовали, когда я с вами попрощаюсь. Да никогда. Давайте начнем прям сразу с песни Иосиф Давыдовича. Зададим какой-то настрой для сегодняшней передачи. Вы не против? Пожалуйста. Тогда с вальса Победы. Давайте с вальса Победы. Звучит у нас вальс Победы. Вальс Победы. Вальс Победы. Слушаем. А, вы знаете, это абсолютно первое звучание, это абсолютно новая песня. Я только записал фонограмму. Вот и кончилась эта война. Вальс Победы над нами кружись. Обними меня крепче, жена. Начинается мирная жизнь. Вот и кончилась наша разлука. Мне теперь привыкать к тишине. Будет трудно без лучшего друга. Он остался наверх на войне. Вальс Победы летит и летит, долгожданная весть над страной. Мы чуть-чуть задержались в пути. Но с Победой вернулись домой. У меня такое ощущение, что ни один депутат в Госдуме так не работает, как вы. Меня даже не интересует, как работают мои коллеги. Вам вот это для чего вообще нужно? Мне такое ощущение, что вы чего-то не успели все равно, хоть вы человек самодостаточный и всего достигли. Мне такое ощущение, что вы хотите успеть все время. Вот чего вы не успели, чего вы здесь доделываете? Увидев этих людей, узнав, в каком состоянии находится округ, как они живут, я подумал, ну, почему бы не попытаться помочь этим людям? Вы право сказали, что мне это не нужно. Зачем я трачу время? Нет, я так не говорил, что не нужно. Мне просто вот загадка. Нет, ну, я трачу время, вот тоже так сказать. Потом расстояние, прямо скажем, не самое удобное. Далекое расстояние, передвижение. Вы нас извезли, вы нас извезли. Личного самолета у меня нет. Я езжу на обычном транспортном самолете. На перекладных? На перекладных, если нет прямого рейса. Дел нет. Но вы видели, как ко мне относятся люди? Какое я испытываю удовлетворение, когда я сюда приезжаю. Так и в Москве встают? Для меня это праздник. И в Москве вас так принимают? В Москве меня принимают как артиста. А здесь? А здесь меня принимают как человек. Ах! Да нет. Да правда, за все, так сказать, усилия, поступки, за образ жизни. Несоизмеримые вот такие личные удовольствия с тем удовлетворением, которое получаю, когда мне удается что-то сделать. Принять участие в строительстве, ну вот, медицинского городка, где вы были. В строительстве дворцов спорта. Привести ринги и развивать здесь мой любимый вид спорта – бокс. Приглашать, и они идут мне навстречу наших выдающихся боксеров. Кто здесь только не был. Они говорят, вот, это мы с Кобзоном сделали, это мы с Кобзоном сделали. Ну, это преувеличено. Я принимал участие. Мне нужно было пробивать бюрократические препоны в кабинетах Москвы. Мне нужно было контролировать прохождение вот этих, так сказать, просьб административных и так далее. Но я получаю от этого удовольствие. Понимаете, мне трудно. Я был бы очень огорчен. Пятый раз, если бы меня не избрали, пятый раз я избран от одного округа. Если бы что-то я не смог сделать, если бы я не смог помочь людям, они бы не проголосовали. Вы хотите сказать? Я не допел, не досказал. И думаю, что не доскажу и не допою. Потому что, ну, я хочу очень этого. Вот уже окна зажглись, я шагаю с воду встал. Я люблю тебя, жилья, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало годов, живь земли и равнина морская. Ну, а нам в комсомольской правде остается пожелать Иосифу Давыдовичу, чтобы он в своей жизни успел и допеть, и достроить. У меня есть песня, так пахматовая, на стихи Добронравова. Вот вы повторили слова, которые Коля Добронравов написал в этой песне. Я еще допою, допою, комсомольскую песню свою. Только кто мне придумает новый тайшет, кто другую найдет ангару. Я нашел свою ангару, я нашел свой Агинско-Бурятский округ, я нашел вот тех людей, которые даже когда мне плохо, и я приезжаю сюда, они меня поддерживают всячески. Они читают ваши журналистские всякие сплетни, кляузы, связанные с Кобзоном. Здесь совсем другие люди, поэтому я еще допою, я еще доскажу, и я еще попытаюсь что-то сделать полезное. Продвись мой путь на светлый миг, на теплый дождь, на птичьи книг, на нежный взор, на вздох любви. И музыку мою продли, я не жалею ни о чем, это был мой путь. Мой путь, моя судьба, дорога грез, тропинка счастья, я сам себе судья, и надо мной никто не властен. Пусть мир был так жесток, а жизнь моя была прекрасна, дай Бог, еще глоток, это был мой путь. Продвись мой путь на светлый миг, на теплый дождь, на птичьи книг, на нежный взор, на вздох любви. И музыку мою продли, я не жалею ни о чем, это был мой путь. И музыка мою продли, я не жалею ни о чем, это был мой путь. И музыка мою продли, я не жалею ни о чем, это был мой путь. И музыка мою продли, я не жалею ни о чем, это был мой путь. И музыка мою продли, я не жалею ни о чем, это был мой путь.